приветствую всех кто посмотрит это видео в общем видео будет посвящено как отбеливать как красить рога и кости в общем отбеливаю вот так отбеливаю если не сильно как его темные пятна ткань беру такую холочат бумажную либо бинт обматываю так вот полностью полностью обматываю общем и пропитываю перекисью водорода трех процентный из аптеки если то же самое с рогами то же самое обматываю и перекисью водорода мочу оставляем там сутки ну посохну и она отбеливается ну более менее которые пятна такие поверхностные если же поверх не поверхностные какие-то внутренние уже не хочется не так просто цвет убрать вот так желчизну отделать белым а хочется вот прям вот вот такие прям пятна убрать то беру то же самое также бинтом либо такой холочат бумажной ткани обматываю и пропитываю уже отбеливателем для белья там ванишь или еще какой-нибудь там нет по-моему разницы какой для цветного или белого белья в общем в общем вот так вот сами вот эти кости я готовлю так я их варю ну если надо будет я потом когда-нибудь сниму отдельное видео ну в общем я варю солью содой и немножко небольшое количество уксуса и оно этот варится и все такое а вот это после варенья но после полировки чуть трескаются эти косточки вот они не такие глубокие трещины вот здесь вот видно очень глубоко на самом деле не так вот примерно столько у нее трещины но это косточка уже давно лежит больше года у меня очень твердые в общем ее надо затонировать будет эти рога тоже затонировать в общем самые слабые из чего можно вот это я покажу только несколько видов тонировки потом вы можете знать чуть-чуть что делать взять просто и ссылки наверно кидать своих комментариях или снимать видео и кидать ссылки на свое видео или просто писать рецепт свой как вы чё делаете я покажу только всего три расскажу может чуть больше самый слабый это чаю чтобы чаем сделать это надо выбрать самый такой ну такой который не надо сильно тонировать но надо что-то выделить это уже полностью нормальная вся работа можно так оставить но хочется чтобы выделялось мы делаем очень темный чай это же не сильно тем но делаем еще темнее там 3-4 ложки завариваем чайники потом просто прокрашиваем вот тех местах где углубление остается чай где ровная чай уходит а вот черный если удивляться что за черный это еще один вид просто прижигание я при полировке войлоком просто без никаких мази об чистый войлок затронул содержал пока не образовалась такая вот прожженной при хорошем качестве рогу такому да вот эта полоса становится очень темный на кости тоже такое прижигание вот он чуть по-другому видеть более оранжевого цвета так теперь берем и просто убираем если надо что-то лишнее убрать у нас такая получилась желтизна такая как сказать даже не желтизна это нежный коричневый кремовый цвет очень слабенький но выделился полностью орнамент очень четко все хорошо это тоже было хорошо ну просто чтобы выделить более вот здесь вот в этих местах вот так послойным чаем сложно потому что он не сильно глубоко пропитывает сразу надо подождать чтобы чуть-чуть высоко подождем потом сухой щеткой вот эти грязь все почистим и все потом помыли эту щетку второй по такому тону это кофе кофе только пожалуйста без сахара не быстро растворимый вот я не знаю который выбрать из них а вот смотрите вот видите здесь тон более такой грязиноватый этот я сделаю марганцовкой потом покажу а это сделаю кофе здесь надо слабенькая несмотря что так будет очень густо оно все уйдет на поверхности которые остаются а то что внутри остается получится очень нежный красивый цвет это я показываю то что естественными ну как сказать естественная краска так как то что то что мы потребляем пищу или на себе можно испытать без какой особой такой химии и легко доступны конечно можно взять краски специальные понятно почему щеткой вот используем уже такие губления не заходит не ватный тампун не там какой-то еще тряпочкой еще такой валик ну вот только так кисточками вот теперь постепенно потихонечку так пока не зайдет до конца тоже убираем лишнее вот кофе уже более так от отчетливо выглядит что вылит он даже не высохший понятно уже что он уже красился в углублениях оставляем в углублениях оставляем чуть запью самый темный получается марганцовка марганцовка может разбавляется теплой водой и марганцовкой окрашивайте которые нужно пропитать темный цвет если хотите темный делайте в несколько раз несколько раз делаете только потом щетку помоете потому что он даже щетку разъедает вот он у меня сыпался из-за вот этой марганцовки это слабый раствор я сделал много воды меньше воды гуще раствор точно такой же коричневый цвет получается как от кофе только более стойкий вот он такой красноватый розовый потом он темнеет коричневый становится здесь сделаю несколько слоев то же самое кости но кости здесь впитывать особо не будет хорошо она видите гладкая поэтому придется раз 10 наверное пройтись подождать пока высохнет потом снова снова и снова пока она не впитает хоть сколько-нибудь видела насколько какая разница большая ну здесь я слабый раствор делал сейчас я попробую найти другую и сделать сильный раствор помазать точно так же и нажимаем паузу пока эти высохнут тоже вот подсохли уже чай кофе марганцовка тоже марганцовка но я вам точно говорю что вот это сойдет уже не пропитывает потому что здесь не пропитывает здесь нет пор вот этих местах пор если они здесь останутся здесь нет берем вот такую хлопчатно-моженую ткань сначала убираем светлый протираем чуть мокрое протираем вот это потом кофе потом только марганцовку а то марганцовку потом портить будет в общем я это протру и потом включусь в общем вот прошелся чай такой нежный кремовый цвет сейчас уже темно но надеюсь будет нормально видно но цвет и особо не перетес такой примерно как был только чуть-чуть тон небольшой кофе что-то среднее между чаем и марганцовкой в общем вот такая марганцовка темная он более темная но здесь светло отошло но внутри темно темнее чем кофе кости интересно стало вот эта часть прокрасилась это я помыл ее даже не просто вытер здесь прокрасилась здесь нет хотя одинаковое количество было нанесено вот она примерно так располагается вот у нее вот здесь в этой части тоже началось не прокрашиваем место вот она с этой стороны вот так по-моему так да но здесь темно если светло в общем ну вот нужно было больше вот этот по-моему можно сжечь как здесь но уже не так красиво будет вообще до этого мне тоже нравится больше как здесь покрыто все теперь надо отполировать и все вот результат после полировки как видите как видите вот такая вот работа получилась с тонировкой вот такой вот это с чаем кофе марганцовка тоже марганцовка но концентрированная меньше воды и в несколько раз раз пять наверное но для контраста это я подрывал бойлоком без мази вот просто сжел вот для контраста чтобы здесь не прокрасилось здесь очень твердые плотные так так чем полировал полировал белым делюксом с помощью еще мела еще мел добавлял ну вот сначала делюкс и потом сразу мел и получается мел дает блеск делюкс полирует вот такой вот результат